Месяц Рамадан, и в конце месяца говорят, всё, уже 26-й день месяца Рамадан, 2-3 дня, и месяц прошёл незаметно. Удивительное в этом то, что на 27-ю ночь мечети полны людей, и обычно люди в дни иатикафа, после тарауиха, спят 2-3 часа, чтобы потом и днём молиться. А в эту ночь никто не спит. Они считают, что это ночь предопределения. То есть, может это и она, а может и нет. А на следующий день после 27-й ночи мечеть пустеет. Почему? Потому что мы так относимся к Аллаху. Неужели они думают, что всемогущий и великий Аллах может быть обманут, и можно приходить на 27-ю ночь, а после неё отсутствовать, и после Рамадана заниматься своими обычными делами, пока после 11-ти месяцев не наступит следующий Рамадан? Такое отношение неприменимо по отношению к Аллаху. Это всё ослушание. Некоторые люди думают, что ослушание — это когда совершаешь что-то запретное. Нет. Если ты не выполняешь что-то как следует, то в этом тоже есть ослушание. Потому что какой-либо недостаток в твоей награде приравнивается к ослушанию. Раб, который начинает выполнять намаз и берёт лишь десятую часть награды от этого намаза, а остальное уходит куда? Ведь это так, как будто бы ты согрешил. Потому как дело в благих делах. На чашах весов, которые взвешиваются. Когда я получаю только одну часть из десяти от награды своего намаза, оставшиеся девять частей приравниваются к чему? К тому, как будто бы я согрешил. Потому что ты не исполнил его, как требуется. Разве является условием, чтобы согрешить, совершить что-то запретное? Нет. Грехом является также и неповиновение в том, что тебе велено. Субтитры создавал DimaTorzok